Вы, Россия! Вы, Россия! Вы, Россия! Вы, Россия! Аня, иди сюда, Аня. Сегодня наша партия проводит по всей Украине эту акцию, митинги в честь 22-й годовщины всесоюзного и всеукраинского, тогда было два, референдума 17 марта 1991 года. Украина Но очень дорогая, а также в? Раз, это не отверстия Кадриджевского очень хорошо. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Прогрессивная социалистическая партия Украины Партия Натальи Леденко Молодежная организация Москит Молодежная организация Молодая Гвардия И молодежная организация Прорыв Союз Рабочих Севастополя Движение Суть Времени Украина Женская организация Дар Жизни КПСС Представители ветеранов Афганистана Представители ветеранов ликвидаторов Чернобыльской атомной электростанции Представители экологических организаций Севастопольский ритуал, который мы наблюдали 10 минут назад Жители осажденного Севастополя Это те общественные организации партии Которые сказали В Союзе быть и быть на веках И поддерживают 17 марта Референтум 17 марта 1991 года Союз нерушимый, республик, свободный Складила вновь и великая рожь Возвращается на приходе и народу Единый, о лучших Советских Союз Славься, Отечество! Отечество свободное Дружбы народов Сил входите наea Еще раз Великая ревola На要ū Сalah Во-во-во-зах Дружбы народов Именно inho Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я обращаюсь ко всем рожденным в СССР Я обращаюсь к той молодежи, которая родилась позже Но имеет генетический код И помнит, чьи мы дети, чьи мы внуки И знает славную историю нашего, советского народа И знает, что воля народа всегда была быть вместе Ведь кто разрушил Советский Союз? Да, это было выгодно Западу Но разрушала верхушка Компартийная номенклатура Это они хотели богатства Хотели наживы Хотели все разделить и рассовать по своим карманам А народ этого не хотел Народ такого согласия не давал И вот 17 марта 1991 года был референдум Когда по всем республикам Советского Союза Был задан вопрос Хотите ли вы жить в новом Союзе И везде подавляющее большинство населения На Украине это 70,2% принявших участие в голосовании Сказали да Да новому Союзу Добрый день, уважаемые севастопольцы Во-первых, я очень признателен Наталье Михайловне Витренко За предложение приехать в этот святой город На эту святую землю и встретиться с вами Севастополь это особый город Это маленькая точка на географической карте Она является центром столкновения Ну целых географических сил серьезных Именно здесь проходит тот разлом По обе стороны которого две антагонистические силы Одна сила тянет нас туда, на запад В то царство, где царит власть денег Где главное деньги, где прибыль Где человек это ничто Главное деньги, деньги, деньги Есть другая сила Та, которая формировалась на протеколе тысячелетий Та, которая называлась Русью, Россией Там, где другая философия Где отнюдь не деньги главное Но вспомнил советские времена Даже во времена дефицита всеобщего Самыми дефицитными товарами На мой взгляд, это были книги и цветы И этот показатель, что действительно Наш народ в первую очередь ставит на первое место духовность Я приехал в этот город Шел по этим красивым городам По этому русскому городу Потому что я вижу название улиц Я вижу памятники Я вижу памятные доски Это русский город Да, сегодня он находится на территории Украины Я шел по большой морской улице И вдруг увидел кинотеатр И на нем большие буквы написано 3D Ну, для большинства жителей Присутствующих здесь не знают, что такое 3D Но это новая технология Позволяющая объемно видеть картинки в кинотеатре Так вот, я подумал, что Ну, а ведь мы И вы здесь, в Крыму, на Украине И мы в России Живем там, где и так уже без кинотеатра Царствует 3D D, дебилизация D, деградизация И D, деградация Да, деградация, дебилизация и деградизация Мы живем в государствах, где все это происходит Это страшно Потому что действительно Ну, казалось бы, вот уже 20 с лишним лет Ну, как они говорят Мы живем в царстве свободы и демократии Но что за эти 20 лет они сделали Чтобы реально улучшить жизнь населения Они хапают, хапают и хапают Но самое страшное Они отравляют души молодых людей Нового поколения Они призывают отказаться от духовности Они призывают признать, что главное это деньги Самое главное, за деньги все можно будет купить Поэтому делайте деньги Зарабатывайте деньги Выбирайте любые принципы этих денег Но Они проиграют И они проигрывают Я латыш И моя родная Латвия в свое время Была в передовом эшелоне Развала Советского Союза И мне было очень тяжело В той ситуации Потому что я латыш Но я всегда был За то, чтобы Латвия Была в составе России И Советского Союза Потому что Именно в составе Российской империи Возникла латышская нация Только благодаря тому Что Латвия была в составе Российской империи И русские помогли Создать латышскую интеллигенцию Латышскую науку Латышских писателей И прочее, прочее, прочее Но получилось так Что в конце 80-х годов Мой народ оказался И у нас появились Свои националисты Свои сепаратисты И они повели Латвию По пути выхода Из Советского Союза И среди них были многие Люди, с которыми я встречался С ними боролся В том числе В Верховном Свете Латвии Дебат, у которого я был И среди них Был такой человек По фамилии Иммант Калвич Ну, многие люди Старшем Украине Может помнят Был такой композитор В советские времена Знаменитый Он писал хорошие песни Которые пользуются популярностью Музыку, кинофильмам Он был Ну, если так образом сказать Был латышским Олегом Огнебоком Огнебоком Да Тягнебоком Извините Тягнебоком Так вот Два-пару месяца назад Вдруг вот этот вот Апологет национализма Сепаратизма Враг России Русофоб Вдруг выступил В латышеской прессе С открытым письмом Я читаю это письмо И у меня Ну, знаете Как говорят молодежь Я выпадаю в осадах Ну, я немножко Задержу ваше время Я просто Почитаю Что Пишет Написал Латышский Тягнебок В открытом письме К латышскому народу Такого расцвета Культуры и искусства Как в 1960-м 1990-м году Латвия никогда не переживала Вы Вы Тоскуете Вы говорите С остальгией По тех временам Но лишь Слепые не видят Что знаменитый Железный занавес В большой степени Защищал наше сознание От той Клоаки Которая теперь Щедло выливается От нас С запада И с раздавшим Цунами Сметает Защитные барьеры Которые наш народ Строил тысячелетиями Чтобы защитить Своих людей И себя Мой народ И моя Латвия Заслуживает Чего-то лучшего Подлинного Прекрасного Безопасного Будущего Наступающие Западные ценности В кавычках Такое будущее Не обеспечивают Возможно Восточно-европейские народы Освобожденные От этих оков Упустили Возможность Идти путем Сохранения И развития Своей идентичности Система ценностей Которой пропагандирует Западная цивилизация Полностью Ванкротилась А мы пытаемся Вписаться туда Любой ценой И берем Советских тех Кто называет Дегенерацию Прогрессом Основ Тысячелетних Ориентиров Человечества Западными Ценностями В кавычках Каждый Кто стремится Да, его дача Слушайте Каждый Кто стремится Защитить Свой народ И страну Наш друг И союзник Все кто хочет Сохранить себя И свой народ Сегодня должны Находиться В одних оковах Сегодня нам Нельзя быть В грязных лапах Старой ведьмы Политики В кавычках Я ищу в мире тех Кто пытается Этому противостоять И вижу Что по соседству Президент Белоруссии Александр Лукашенко Старается Защитить Свой народ И страну Как бы Не возмущались Демократические В кавычках Шакалы Об откровенных Всего Запада То есть Сегодня Выясняется Что Для Латышского Тегнебока Оказывается Уже Лукашенко Хороший Оказывается Белоруссия Идет Правильным путем И он Говорит о том Что оказывается В России Не позволяет Прородить Свою страну Проходной двор В трактир Или горный дом Куда Каждый Может По своим Порядкам И если Привезет Урвать Что-нибудь В свой Карман То есть Еще 22 года Назад Господин Калныш Поливал Грязью Советский Союз Поливал Грязью Нашу Страну Поливал Грязью Граждан Которые Хотели Жить В этой Стране Потребовалось 22 года Чтобы до Него Дошло С одной Стороны За что Боролись За то и Напоролись Сегодня Та самая Латвия Которая Когда-то Была Действительно Одной Из самых Передовых Республик Советского Союза Действительно Деградировала Идет Массовая Эмиграция Латышей На запад Потому что Они оказались Не нужны Независимой Латвии Идет Резкое Закращение Населения Именно Эмиграции На запад Люди Уезжают В Ирландию В Германию Куда угодно Но На своей Родной Земле За которую Они боролись За независимость Они выяснят Никому не нужны Та самая Латвийская Деревня Которая была Чуть не на первом Месте Сегодня Обезлюдена Там действительно Все поля Заросли Кустарником И некому Их обрабатывать И незачем Потому что Евросоюз Запрещает Выращивать Свой скот Запрещает Продить Своё молоко Потому что Есть Австрийское Польское И другое И такая же Судьба Ждёт и Украину И сегодня Действительно Украина Передовой край Где сталкиваются Два Противоположных Устремления С одной стороны Это Стремление К России К союзу С Россией С другой стороны Люди Тянущие Её На запад Утверждая Что именно Там Это Будущее Украины Товарищи 17 марта 1991 Года Состоялся Общесоюзный Референдум На котором Практически 80% Нашего Народа Сказало Свою Волю Союзу Быть Общесоюзный Референдум Имеет Высшую Юридическую Силу И поскольку Другой Никакой Больше Общесоюзный Референдум Не проводился Наш Советский Союз Юридически Жив И все Последующие Юридические Акты Которые Проводились На Республиканских Уровнях Противоречащие Общесоюзному Референдуму 17 марта Являются Преступными Нелегитимными И это Чистая Измена Родине 22 года Как разтерзана Наша Великая Советская Страна Как разорвано Единство Наших Народов Сегодняшняя Оккупационная Марионеточная Проамериканская Власть Делает Все Для уничтожения Нашего Трудового И обездоленного Народа Они Грабят Нашу Страну Стравливают Нас На национальной Языковой Почве Втягивают Украину В альянс Кровавого Агрессора НАТО Оскверняют Наше Великое Прошлое И оскверняют Великое Знамя Победы Оскверняют Имя Великого Вождя Сталина 22 И по сути Они делают Наши народы Прислугой Евросоюза И США 22 года Как ведется Переписывание Нашего Великого Героического Прошлого Чтобы лишить Нас возможности На общее Историческое Будущее И сегодня Я благодарен Всем людям Здесь Стоящим На этой Площади Людям Неравнодушным И небезразличным Людям Неизменившим Присяги Нашей Великой Стране И так же С трибуны Нашего Патриотического Митинга Я призываю Сегодня народ Очнуться Наконец Стряхнуть Пленус В глаз И пробудить В себе Достоинство И великое Звание Человека Потому что Друзья Все те Кто сегодня Одевает Шторы На глаза Должны Четко Знать И осознавать Что в комплекте К этим шторам Всегда Идут Хамбут И кнут И значит Нет у нас С вами Другого Пути Как Сплотиться И отстранить Сегодняшнюю Проамериканскую Марионеточную Оккупационную Власть И возродить Нашу Великую Советскую Страну Потому что Друзья Только в Единстве Народов Победителей СССР Наша Сила Наша Гордость Наше Достоинство И наше Будущее Из последних Сил Смертного Одра Подымись Воспрянь Матушка Страна Цепи Для рабов Путы Для скотин Или Мы умрем Или Победим С нами Правда Товарищи За нами Победа До победы Всегда И скандируем Сегодня Как всегда И как прежде Украина Россия Беларусь Нам нужен Советский Союз Сейчас Будет Торжественная Минута О которой Попросил Меня Лидер Союзного Движения 17 марта Алексей Меркулов Даю ему Одну минуту Товарищи Советом Союзного Движения 17 марта К 22-летию Общесоюзного Референдума Разоработана И утверждена Медаль Воля народа Союзу быть Сегодня Я в этой Торжественной Обстановке На нашем Патриотическом Митинге По поручению Совета Вручаю Эту награду Самым Активным И отважным Борцам За возрождение Нашего Союзного Государства Награждается Виктор Имантович Алксниц Медаль Номер Один Служу Советскому Союзу Также Медалью Воля народа Союзу быть Награждается Наталья Михайловна Витренко До победы Звезда Ура Союз Нерушим И республик Свободный Складила Навеки Великая Русь Поздравствуется Продолжение следует Союз Продолжение следует Субтитры сделал DimaTorzok